Год назад Tencent представила в плане графики просто какую-то невероятную игру, кроссплатформенную в открытом мире, именно синглплеерную игру, то есть в духе того же Genshin, а не MMORPG. И по трейлеру очень слабо верилось, что эта игра выйдет на мобилке. Невероятно насыщенные краски, какая-то безумно элистичная вода, брызги на экран, ну все было видно, что ролик был вот полностью пререндеренный. И как игра выглядит на самом деле тогда еще было не ясно. Ну вот прошел год и появился во-первых нормальный трейлер, а во-вторых уже слили геймплей. И самое что главное, вот уже скоро в начале 23 года обещают то ли первые тесты, то ли уже релиз игры. Ну а мы сейчас разберем всю новую информацию, которая появилась. Разработчик игры опять-таки известная всем нам китайская компания Tencent. Известная по папку мобайл, Call of Duty мобайл, вон буквально прошлый мой ролик по Вову мобайла Tencent, можете кстати глянуть. И следующий ролик я еще буду делать по Ассасин Криду мобайл, тоже от Tencent. Сразу три ролика подряд у меня по Tencent. В общем даже все самые крупные ПКшные франшизы сейчас отдают Tencent, чтобы они их сделали на мобилке. Tencent, наверное, не хватало только своего геншона. Сама игра называется Honor of Kings World и сделана по вселенной мобильной игры Honor of Kings или King of Glory. Это самая популярная моба в Китае, вследствие чего одна из самых популярных и прибыльных мобильных игр вообще во всем мире. Это, наверное, впервые, когда по-моему делают такую масштабную игру в открытом мире. В прошлогоднем трейлере нам показали впечатляющую битву с боссом. На воде на подсосе у нас была наша подруга, лучница, мы же фигачились двуручным мечом, меняя периодически оружие на два клинка. Сейчас же у нас гораздо больше информации и видеоматериалов. Видно, что мир в игре это средневековая фэнтези. В основном это луга, лесные просторы, наполненные растительностью, с огромным множеством руин, разбросанных по всей карте. Лишь далеке виден какой-то футуристичный город. В общем здесь средневековая фэнтези со смесью технологий и магии. Сам же мир на первый взгляд какой-то немного пустоватый. Слишком много зеленой растительности и мало каких-либо поселений. То есть сложно судить о каких-либо городских застройках и наполненности мира. Вместо планера, как в Геншине, у нас ручной вихрь. Также сможем нырять под воду, изучать подводные глубины. И нам показали данжи в этих руинах. Помимо вихревого планера, у нас еще есть такая плей для того, чтобы мы могли паркурить в воздухе. Это, кстати, схоже еще с одним клоном Геншина, Wettering Waves. Там тоже можно передвигаться по воздуху через такую плеть. Обзор есть на канале. В трейлере представлено сразу несколько героев со своим видом оружия. То есть, скорее всего, героев, как и оружие, мы сможем выбивать в гачи. Есть вот этот вот, предположу, главный герой игры. И насколько я понимаю, у главного героя будет особенность. Он сможет использовать различное оружие. То бишь и меч, двуручный меч и два клинка также использовал лук. И в отличие от Геншина, где героя брали стрелы, видимо, из жопы, то тут у пацана есть нормальный колчан. Еще был пацан с белой косой и клинком, прикрепленным к рукаву. Также еще один футуристичный пацан с огромными пушками и летающим джекпаком. Еще мельком можно заметить девушку-мага с катализатором, но тут до конца непонятно. А вот этот пацан с капюшончиком и плащом выглядит пиздатенько. Также можно предположить, что герои не делятся на классика Геншина, а как в Tower of Fantasy, просто каждому присуще свое оружие. Из особенностей каждый герой будет входить в свою какую-то особую форму, или режим, или состояние, как правильно назвать. Надевая или создавая на себе доспех, и уже пиздится с более сильными атаками и другими анимациями. Боевка, ну, после Watering Waves, Геншина и Tower of Fantasy, я большой разницы не вижу, примерно такая же, как в этих играх. Но все равно смотрится неплохо, особенно битва с крупными противниками. Вспоминая прошлогодний трейлер в битве с боссом, там уже показан прям запредельный уровень. Что касается дизайна героев, мне они показались какими-то скучными и невыразительными. Эти два персонажа вообще думал один и тот же человек, просто в разных костюмах. Пока, слава богу, не нашел этот трейлер и не убедился, что это разные герои. Да, графика здесь не такая мультяшная, как в Геншине, хотя также анимешная, но более реалистичная. Больше приближена к реальности, из-за чего у героев угадывается именно азиатская внешность. Мне зацепил последний кадр трейлера, где уже видно, что будет территория с пустыней. Маунта в трейлере не было, но может будет подобная доска, на которой мы сможем скатываться аналогично Азельде. Или, например, в Tower of Fantasy тоже был летающий такой скейт. А теперь перейдем к сливу геймплея, где уже очень многое можно выцепить. Поставьте, плиз, лайк, а то за слив геймплея могут и страйк кинуть. Тут уже видно, что это не какой-то пререндеренный ролик, а игра в полноценном рабочем состоянии. И, конечно, самое, что бросается в глаза, игра выглядит невероятно красивой. Необъятные просторы с очень реалистичной, насыщенной картинкой. Флора наполнена различными цветами, травой, монстрами. И везде тоже а-ля геншевско-зельдовские загадки. По типу, прожми, активируя обелиски. Очень хорошо виден дальний план. В битве с монстрами можем подбить и сражаться уже в воздухе. Сразу же, кстати, бросается в глаза вот этот кругляшок стамины. Также есть еще какая-то шкала, которая постепенно заполняется сбоку. Видимо, наша ульта или та суперформа. Кстати, замечу, что нигде не показано, как главный персонаж карабкается. Скорее всего, да, карабканье здесь не реализовано. Интерфейс меню очень схож с геншевским, и можно заметить кнопку чата. То есть, скорее всего, будет какой-либо здесь кооператив, либо онлайн-элементы. По интерфейсу боевки. Видно какой-то плюсик, видимо, сюда можем поставить расходник. Есть кнопка, на которой нарисована рыба. Может, это рыбалка, а может, это кнопка, обозначающая еду, которую можем съесть, не знаю. Но и уже кнопки боя, и их немало. Из них уже можно будет создавать различные комбинации. В стрейлере еще можно увидеть, что у нас есть такое а-ля чувство стихии. Но это, в принципе, все, что можно выцепить из небольшого куска геймплея. Из всего видеоматериала можно сделать вывод, что Tencent готовит главный свой флагман. И до сих пор не верится, что она сразу на все платформы. Я, на самом деле, все еще сомневаюсь, что она выйдет на телефон, но об этом говорят очень много источников. Игра выглядит потрясающе, но информации все еще мало. Меня до сих пор смущает, что игра хоть и красивая, но мир все равно выглядит как-то пустым и ненаполненным. Вот это азиатчно мне не очень нравится. Да и герои не особо выразительные. Но все-таки, может, нам в трейлерах очень многого не показали. И нормально судить уже можно будет после первой альфы или бетки, которая должна начаться уже скоро. Поэтому, кто заинтересован в информации об игре, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там все новости будем публиковать. И следить за этой игрой. Напишите, как вам, игруха. Ну, а на этом пока что, к сожалению, все. С вами, собственно, был, как обычно, Фомикс. Если зашло, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok